сейчас хочу вам показать снять олен дом какая красота тоже это в моем стиле сделан дом classic обалденно сейчас здесь идет вот как раз ремонт смотрите красота какая это олены фотографии это когда все мы красивы когда причесана накрашенная они в халате а в халате по-домашнему вот такая красота вот это вот моя любимая люстра мы с ней прыгали сигали с этой люстрой вот это вот люстра она 36 inch на 36 она большая я уже такую заказала должна тоже прийти большая вот такая и поменьше вот круглые хрусталики которые мне очень очень прям нравится на актрису похоже не буду называть кто это что это довольно таки скажем так в наших кругах известная личность смотрите какая красота ваза какие и на столе обратите внимание вот что значит как бы классика жанра классический вкус у человека вот как у меня смотрите во первых вазам в нашем стиле как мы любим во вторых вот даже тыква но вы посмотрите как она сделана дизайнерски как она классно сделана это бархат велюр представляете это жемчуг то есть это не то что из home goods вот дешевка да а вот посмотрите как вот это вот все классно сделано говорю оля какая красота да вот эти тыквы я говорю красивые да в нашем стиле вот эти вот тыквы это груша или тыква тоже что это хоть ты груша тыква короче гибрид красота придут еще сделать это пану он не выровняет это пану чтобы она не волнилась поэтому я сняла все свечи поставила сюда не обычно стоят там ну да это сейчас я их тоже кстати засниму я знаю что обратила внимание ты поставила свечки не белые дымчатые да я вот обрать они даже не дымчатые они нет но они такие дымчатый коричневатый бишь я еще вот вчера обратила на это внимание позавчера вернее давай показывай ставь красоту они тебе кстати под халат подходит но красота же до белые бани очень бы выделялись бы были бы такие нет белые не будут подходить сюда где белый пост дай вот белую нет но они очень ярко здесь будут смотреть ну да я покажу народу сейчас одной снимем с тобой нет дело не в этом видите вот какая яркость идет то есть вот всему до должен быть как-то контраст предел вот это перебор белый это вообще перебор на пироги а вот это более так спокойно более классического стиля скажем так смотрится у меня дома перед этим я оле показывала свои канделябра вот эти вот с часами ну те которые у меня здесь невозможно купить потому что я их привозила но вот нашли мы вот такой вот вариант и вот второй подсвечник вот здесь вот и вот так вот где она вот купила вот этот вариант но мне это тоже нравится вариант а я его тоже хочу до заказать и в спальню которая гостевая хочу его поставить вот этот набор мы соли любительницы посуды versace я такой набор заказывала я вам поставлю но что ей что мне привезли не те наборы то есть она тоже потом до заказывала и ждала уже потом набор ей привозили уже спустя энное количество времени ну дай бог мне тоже мой да привезут но сейчас мне муж уже подарил другой набор но этот набор я тоже жду когда он появится чтобы мне его привезли потому что это original набор есть еще более дешевом варианте подделка вот как раз они под шумок привезли подделку от нее отказалась и оля и я но вот она дождалась original а мне пока original еще не пришел вот олина кухня красивая таком красном цвет у тебя там маки наверху ничего себе да я чайку попью сейчас вам покажу что она мне все папе 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 говорит желудок не будет болеть а я говорю да у меня не больной желудок она тут гриб разводит она тут просто разводит медузу эту какой-то это медуза она мне еще гор тебе его дать вон она вот она мне наливает чай я говорю ты как вот истинная американка посмотрите какая кружка не просила пол моей головы вот я вам недавно снимала как какие кружки любит нет я буду с нее я люблю большие кружки но я вот к тому что вот видите у всех большие кружки не надо мне такое-то кофейное вот эту мне тут еще и лимончик дают тогда можно и лимончик смотрите внук у нее я смотрю ты тут бабушкой работала да да вы тут бабушкой были шедевра а тут у вас просите это кто снеговик боком или это кто это слон подождаю что его хвост так ребят это слон вот это хвост а вот это кто-то это хобот но он на другой похож ну вот так получается получается что это хобот вот так вот бабушки внушили что это хобот и что это слон давай я покажу я даже на ю-тубе покажу твои орхидеи смотри смотри новые эти носок похоже интересно да как писюны выскочили а ты их обрезаешь под корень что ли да когда не отсветают их обрезаешь это ну вот и говори сюда как ты за ними ухаживаешь хочу халате быть на ютюбе так ты же дома ты домашняя женщина и все да и это обрезаешь и потом моешься корни а корни у них поверхностные же когда когда они покупаются они в такой как как мешочки в таком до раще в мешочек нужно вытащить ты пересаживаешь пересаживаешь да вот такие вот щепочки а у тебя какого цвета не уйта у тебя тоже такой большой там ничего себе подожди а где они у тебя стояли прошлый раз их на столе не видела вот сюда в угол они у тебя разве там стоять и стали на этой стороне а ну все поэтому я думаю я их вроде здесь не видела у тебя мне сейчас цыганское положение эмердженсы к тебе приехали да смотрите опять люстра вот эта классная вот мы с ней вот вот я могу сказать вам от абсолютно точно вегасе только два человека больные на классику это я и вот напротив меня в халате больше тут никого такого нет в таком стиле классическом в основном это все-таки у них больше американский стиль нежели вот такая вот барокковская такая вот классика красивая у нее мебель тут такая кожная да зачем пылиться химчистку потом сдавать действительно пусть так и висит да вот и там кстати тоже не надо снимать зачем красное бордо портить не знаешь что ты снимай когда гости будут приходить раз сняла ушли повесила и все а третье здесь какая рамка у нее красивая оля уже мерки на камень видишь там . да нашла какую я хочу уже послала может делать мерки ну пока инженер наш подумай посчитает это будет уже после нового года вот такие у нее красивые картины тот вот такая красота оля люстра самое красивое это люстра про вообще когда вот заходишь в дом я вам сейчас покажу смотрите сейчас я перевернусь когда заходишь в дом и вот смотрите прям и сразу вот эта люстра бросается просто в глаза вот это вот красота вся и здесь такая же люстра только она маленькая потому что у нее вот эти диваны красные они стоят вот здесь вот так вот углом и вот вы посмотрите вот она у меня просто в руке лежит это оля рассказывает про камин какой они хотят здесь камин сделать но я говорю что ты рассказываешь что ты хочешь камин здесь делать и телевизор это она вот виталику виталику рассказывает Какой камин она бы хотела Что чего хочет Знаешь такой, Виталик, он как со ступеньками Вот так к нему идти И они так высоко его сделали Как, знаешь, я думала, это как в этом мавзолее Пьедестал? Там до него шаги такие Мне не нравится такое Не нравится, совершенно А ты в каком стиле хочешь? Вот расскажи мне Ну в каком я могу стиле ходить? В таком же В классике, в нашей классике, правильно? Люстрой сверху С люстрой сверху И знаешь, что удивительно? Они весь дом, включая пол Сделали серый Ой, это холодно Это такой ужас Десять минут у меня заболела голова Мне казалось, я в мышиной норе какой-то Серый цвет, это очень холодный И мебель, вот такой стол Вот там, где стоит мой стол Знаешь, как на этих... Как лавки Лавки, да Лавки, все серое-серое А, ты мне рассказывала про этот дом Серое-серое-серое Не, я серый свет не люблю вообще В интерьере, в декоре Я люблю вот такой теплый Да, да Он холодный Он больше подходит к модернам Вот нора, вот нора Нора, да, согласна Видите, здесь пол теплый Стены теплые, все теплое Вот здесь уют Вот этот вот, когда теплые тона Они создают уют А холодные тона, они все-таки больше как модерновые Они холод, какую-то вот холодность создают Вот даже смотрите, вот Сейчас вам даже пример приведу Вот она Как ее называют? Ваза Пусть она будет в белом цвете с голубым Но в ней добавлено золото И она теплая Вот общий итог Теплый Вот общий итог Посмотрите, видите, он теплый Он привык, я такая же неугомонная, как и ты Оля говорит, она и дома не останавливается Или ты, говорит, Виталик уже привык Так я уже, да, сама работаю Смотрите, Оля у нас уже готовится к рождественским Да, Оль? Уже смотрю, скатерть красная в традиционном виде Давай покажем ее, Оль Красоту эту Здесь такие салфетки Ну тут пока она идет ко мне, я вам покажу попутно Вазы вот эти с подсвечниками тоже красивые Давай покажем, какие углы красивые у скатерти Так, давай мне один угол Ребят, смотрите, какая Так, вот этот угол мне, давай Смотрите, какая скатерть Так, надо ее как-то Ну что, она попала А, это нитка Да, ничего страшного Вот такие красивые углы У скатерти Да, она такая с красным Вот мы чуть-чуть просто здесь на столе наставлено, Оля Но, тем не менее, это понятно, что вот так вот красиво угол будет свисать И вот она будет накрывать То есть здесь бронза, как бы бронза-золото И тарелочки у нее такие Тоже бронза-золото красивые Ну не все же Версачи накрывать, да? Ну это при Версачи Это при Версачи, да Вот такая вот будет красота Оно такая, знаете, девочки, я вам могу сказать Плотный-плотный Оль, как плотный-плотный атлас, да? Как шелк-атлас, да? Как-то вот она такая Она не тонкая Она такая довольно-таки плотная Так красиво И что самое интересное Вот Вот, да Вот Вот она как будет смотреть Ну давай фужер тогда Ну вот так на красном цвете Это все будет смотреться То есть рисунок не такой здесь Аляпистый, скажем так, да? Середина вот она Да, почти пустая середина Как бы вот эта вот окантовка Поэтому Я сегодня была в Home Goods, кстати Но ты себе просто не представляешь Ну аля деревни-деревни А, ну так Ну Да Ну нет, ну там бывают вещи Там можно Что-то иногда, да Но не текстиль Текстиль там невозможно купить Ну вот не сравнить же, да? Я вам вот скатерти показывала в Home Goods И вот эту скатерть Ну просто несравнимо А я нашла такую же скатерть Помнишь, вот я тебе сейчас высылала У Оли с колокольчиками А я нашла Я нашла свечки, да А так же то же самое Да, только здесь вот у Оли Вот колокольчики тоже А я нашла со свечечками Такой плотный-плотный Как шелк-атлас Мне кажется, она вообще беспроблемная Она беспроблемная, да Она очень Знаешь, у нее даже как ее можно стирать Конечно, можно Мне кажется, на нее даже если капнуть То, мне кажется, она стирается Сливается Да, да Мне кажется, да Я где-то тут видел инсеркшнс А, с той стороны Ну, в общем, девочки Вот такая красота А новогодняя в красном стиле Оль, ну ты хоть к Новому году Сними эту пленку со штор Я тебе оставлю Я еще пленку на мебель положу Да Никого не приглашу Накрой стол и не приглашу, да Вот такая красота Написано Машин ваш В холодной воде На таком Щадящем режиме Да я думаю, что вообще с ней не проблема Да? Ну Можно обрадиться без Без химчистки В общем, вот такая красота Будешь у нас продвинутая на ютубе Оля своей мебелью Американскому мужу Делают какой-то бутерброд американский Оля, расскажи Оля, вот скажи, пожалуйста Вот отличие американского мужа И если был бы русский В плане еды Что не понимает американский муж? Холодец Холодец, он ее просит его подогреть Холодец подогреть? Да А борщ? Он говорит, борщ любит Он говорит, холодец это холодный жир Вот если ты ее подогрешь, тогда я его съем Серьезно? А что еще? Вот моим подписчицам это очень интересно Кстати, вот Селедка, они называют это dead fish Умершая рыба Умершая Которая воняет Да И он ее не ест? А селедка под шубой? Ну ты готовь и разговариваем Ну да, я подогреваю хлеб А селедка под шубой? Селедка под шубой Он любит овощи То есть, да, наверное, он съест немножко Но это не будет Это его феррить А пельмени? Что-нибудь Пельмени, да Пельмени, квас Квас любит Гриб любит В принципе, он ест все Да Вот за исключением холодец надо подогревать И селедка, которая уже умерла Холодец и селедка умерла Я такое впервые слышу здесь Да Остальное просто У них такой нету еды Похожей на нашу селедку У них-то рыбы продаются без костей Ну да, у них самое Как бы, ну, такое основное Селе О, сало еще Сало это просто Это как, сказать Это raw bacon Ну, raw bacon Это sour bacon Ну, типа то То есть, он не ест Сало не Ну, сало я тоже не кушаю Бейконом кушает Ну, то есть, когда его сделать Поджарить А так нет Дай покажу Это бутербродик Домашний чикен салат Это поджаренный хлебушек И чикен салат Салат Да То есть, я сделала сама Нашему профессору чикен салат Бутерброд 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 Так, Оля у нас тут вяжет У нее тут пряжа Она вяжет свитер Смотрите, ребят Кофточку Она тут такую вяжет Такая пряжа Классная Вообще У меня мама вяжет Тоже Вот такая прям Мягкая-мягкая пряжа Классная Вот она Свитерок Вяжет Кухня у нее такая сделана В красном стиле В русском таком Прям в красном Все у нее красные Ножи красные Салонки красные Все красное Единственное, я говорю, Оль Что мне не нравится Вот это вот Бэксплэш Вот эта плитка Вообще сюда не вписывается Ну, потом переделаем Да Вот она меня Я бы ее уже бы это Снесла Ну, не все сразу У меня так, как цыганка живут Еще это мне разворотить Да, я вообще буду прыгать И кухня будет закрыта И здесь все посередине стоит Это даже на быке Перееду Такие у нее Я говорю У тебя лимоны не портятся? Она говорит Так это фейк Слушайте, а смотрится Как, смотрите И яблоки фейк А смотрится как Подожди, я не поняла Они как живые Ты прикалываешься, они живые? Да прям живые Ну, укуси Они пахнут яблоками Ты что, надо мной издеваешься? Понюхай Укуси Какая яблока Что ты мне рассказываешь? Куда мы идем? Что-то мне хотела показать Интересная Такая картина Здесь, Оля Так Ты-да Я тут был свет Но сейчас его почему-то нету Ты что, закрутки делаешь? Да Отъем Кстати О, сейчас ты мне кое-что Кстати скажешь Я сегодня купила помидоры И хочу их закрыть Окей Это там самый лучший рецепт Вот, давай, кстати А ты любишь вот эти маринованные Конечно Маринованные эти Перчики Нет, это не перчики А кто это? Огурцы Это Ватермелло Арбуз Арбуз? Да А я не пробовала ни разу Ни разу не пробовала Арбузы Перчики там Здесь это икра Там Круче Как я видел Да Да, реально Это арбуз Это арбуз А помидоры У меня есть один рецепт Очень фирменный Самый лучший получается Так, давай ты мне его сейчас расскажешь И по твоему рецепту Я сделаю помидорки Давай Так, мы сейчас говорим О вкусных рецептах помидор Да Давай То есть пропорция такая Когда ты делаешь в банках Помидоры Это самый лучший рецепт Который я когда-либо пробовала На литр воды Идет одна столовая ложка соли И две столовые ложки сахара Угу И уже под крышку Когда ты залив Два раза Ты вкладываешь это в банку Со всеми там петрушками Укропом Чесночок Какие специи ты любишь Угу А какое количество? Ну, низ Угу Сколько ты Сейчас пойду Принесу в банку Ну, ты имеешь в виду укроп сухой? А, ты сушишь укроп А у меня крышки только такие Которые закручиваются Здесь же нет таких крышек для закруток Есть? А, нет, вот я вот такие вот крышки Это просто РИЮС Опять банки, которые покупала когда-то там Вот крышки закручивающие Которые просто закручиваются Да Вот видишь, я сюда ложу как специи Немножко саларей Сельдерей Кориандр Кориандр Ну, чеснок, естественно Ну, да Горчица Горчица Сухая горчица, видишь? Какая сухая горчица? Ну, вот эти беленькие штучки Это сухая горчица А, сухая горчица В зернах В зернах, я поняла В зернах, да Залила и прикрыла крышкой Вот какой у тебя там банок идет 15-20 минут, пока она остыла немножко Ты аккуратненько сливаешь эту жидкость обратно В эту же кастрюлю В кастрюлю Закипает она опять Сколько раз так? Два раза Два раза На третий раз ты сливаешь И меряешь, сколько у тебя литров воды осталось И расчет идет Если у тебя там, например, 5 литров воды На сколько ты банок делаешь Ты берешь на литр Одну ложку соли Два сахара Потому что помидоры все На два, соответственно, две и четыре Да То есть помидоры любят сахар Я пробовала с тремя ложками Я пробовала с четырьмя ложками Две, это самое Оно не сладкое, но не кислое Оно вот Сейчас мы откроем, попробуем эту банку И когда ты уже налила вот столько Я обычно наливаю где-то грамм Миллиграмм 79% нашего опыта Не 6% Не американского Нашего 9% В русском магазине Да Или ты покупаешь истинцевую такую Разводишь Ой, нет, проще купить уксус Иногда его нет В русском магазине уксуса нет Иногда нет, да Ты покупаешь уксусную истинцев Вот такую И разводишь 1 к 7 Ой, нет, лучше уксуса 100 грамм этого 700 грамм воды Это 9% Сейчас будем пробовать помидорки Под крышку Под крышку И закручиваешь И закручиваешь ее сильно Переворачиваешь Вот так Все баночки Укутаешь одеялом И оставляешь на сутки На двое до полноостывания Все Оно хранится прекрасно И когда нужно Ты открываешь и ешь Ты можешь делать это По такому же рецепту На огурчики маленькие У меня есть еще банки Которые я добавила Маленькие Вот эти две огурчики Я немножко добавила туда Больше соли Я сделала 2 ложки соли И 2 ложки сахара То есть я огурчиком тоже хотела угольдить Огурчики любят все То есть у тебя микс с помидорами Вот это нет Это только одни помидоры Так, одни две-две Ты можешь болгарский перчик туда добавить Там, что хочешь Окей? Давай, открывай Давай откроем, попробуем Сейчас мы вам скажем Я просто удивлена У нас в Америке не принято вообще Солить Солить Но хотя все очень любят Да Мы тоже любим Да, да Я тоже очень люблю соление Я тоже сейчас купила помидорки Я купила небольшие Сейчас знаешь, что в Коско я нашла Какие помидорки? Небольшие Не черри А вот такие вот Вот такие вот прям средненькие Did you eat bad? Yes, thank you Ну ладно Средненькие помидорки я нашла Я вот сейчас купила их прям Думаю, надо закрыть Ты много купила? Угу Они-то тонкокожие? Нет Иногда черри бывает Очень тонкокожие Нет, нет, нет Они не черри Они не большие Не черри А вот они что-то между Вот такие Вот такие Нет, они не Вот такая кожа Не тонкокожая Вот я сейчас увидела В саларе идет очень хорошо Даже зелень Знаешь, которую сверху Мы выкидываем Зелень, да Да Туда А укроп я всегда ложу Кладу Всегда такой, знаешь, сушеный У меня есть Под сушеный или сушеный? Сушеный Сушеный Потому что когда покупаю в русском укроп всегда Для салата А есть же эти Можно купить Я в русском, знаешь, что видела Для соления Прям набора Ну, прям пакетики Как специи Ну, там Там очень все такое мелкое Например, лавровый лист Они делают, знаешь, такими Мелкими кусочками Ну, можно привыкнуться, да Можно Вот так Сделаю рецепт потом Попробуем Как с квасом С квасом это вообще У всех он забродил А у меня А А ты прочитал ей? Кого я прочитал? Твою историю Насчет кваса А, нет А что там Ой, сейчас смеяться будешь Вообще Просто Он снимает видео У нас твой телефон Мой телефон Мой телефон Она твое же угробила Твоего добралась Мой телефон сел Все, он уже видео не снимает Добралась до телефона На мужа Сейчас мой заберет Да, снимаю я Ты что, откричь не можешь? Не могу У меня сил нету Уже воздух вышел Надо это открутить просто Открыли банку мы Сейчас попробуем Водочки налей Ты что же Я не пью Масса шла Никогда не поздно На чай По мне Я бы соль Добавила Чуть-чуть Чуть-чуть Немножко чуть больше Вкусно И когда они холодные Еще с холодильника Знаешь, они вообще Обалденные Обалденные Это мне самое Потому что я много пробовала Они то соленые Получаются То сладкие Получаются Понимаешь Что-то Что-то не так Вкусно Я думаю Так Я только буду Так А это я делаю Генеральский салат Попробуй вот этот Мы открыли Я уже выкладывала Немножко в тарелку Подожди У меня помидоры тут Можешь Это все Нет Помидоры вообще вкусняка Я соленье вообще обожаю Это с чем-то его там Открой ротик Ммм Подожди У меня отрогай Ммм Называется Генеральский салат Такой чайник Как будто по-корейски Нет Там ничего острого Нету Кроме чеснока Угу И воды там нет Это все Их не сок Сок Угу Тоже очень вкусный Но помидоры Вообще шикарно Тоже люблю Ополненно Офис, да Я же видела Как раз Когда вот шкафы эти Привязали Ага Вазы, вазы Наши вазы Это не из этой оперы Я просто их убрала туда Ну это понятно Но я имею ввиду Стиль, стиль Нашемский стиль Только у меня В Екатериновской коллекции А у меня в Петрской А у тебя в Петрской У меня в Петрской коллекции Вот Когда Люди накрашены Причесаны Смотрите Как Красота какая А это коллекция Петрская Да Я говорю У нас Ваза Екатерина Она говорит А у меня Петрские Вот такая красота Девочки Оля Это покупала Здесь А я все Привозила Ну это офис Офис мужа Муж у нее Профессор Он еще Недоделанный Слушай Представь Показывать Недоделанные вещи Он хороший Мы с Олей Как две сороки Делимся друг с другом Я что-то найду Красивое Такое Вот из классики Она Спрашивает Скинлинк Скинлинк Либо она Что-то увидит Красивое Говорит Алёна Я там увидела То-то-то Сейчас тебе Скину линк И так вот С ней делимся Вот этой Красивой классикой Потому что В США Здесь Это Проблема